Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть все возможное, что вы используете. Если вы используете, допустим, Quizlet, значит, напишите, что да, вы используете, используя вот его. Если ничего не используете, то есть не создаете материалы онлайн с помощью различных сервисов, да, да, просто напишите, что либо минус, либо не использую. Но если используете, то интересно знать, какие. Потому что, может быть, вы напишете что-то из того, что я сегодня буду показывать, и, соответственно, я уже буду знать, что есть коллеги, которые в них работают, в этих сервисах. Может быть, вы что-то интересное еще расскажете, какой-то прием работы с этим сервисом, который, может быть, я не знаю. Нет, ну, хотела бы. Вот так же Дик пишет, некоторые. Какие некоторые? Интересно именно, что вы используете. То есть для чего? Learning Apps. То есть для чего они? Понятно, что они у нас все для того, чтобы чему-то научить учащихся, но вот сервисы бывают разной направленности. Мы с вами до этого на вебинаре смотрели сервисы, с помощью которых можно делать комиксы, и смотрели сервис для интерактивных роликов. Вот коллеги тогда говорили, что можно идти. Все равно есть замены этим сервисам, и можно вместо них использовать просто и PowerPoint, и чуть только подольше с этим совсем повозиться. Но так или иначе, да, все равно что-то интересное хочется найти. Но ответ у нас неоднозначный. Да, в основном коллеги пишут, что не используют. Нет, но хотела бы, пишет Марина Георгиевна. Пока не использовала. Я надеюсь, что что-то из того, что я покажу, понадобится. Это сервисы, да, про-сервисы, которые для того, чтобы делать учебные материалы. А используете ли вы какие-то сервисы для того, чтобы эти материалы потом хранить? Да, то есть для вот именно организационного такого вот плана. Да, нет. Если помните название какого-нибудь сервиса, который используете, то тоже напишите, это тоже очень интересно. Даталья, спасибо вам большое. Quizlet, фабрика кроссвордов. Я сегодня тоже покажу с такими же фичерами с сайта веб-сервиса. Минус, нет. То есть для организации для хранения, Dropbox, да, но это не столько веб-сервис, сколько такое объемное хранилище. Но да, когда вы что-то выгружаете из того, что вы сделали по какому-то веб-сервису, нужно это где-то хранить. Вот, Online Test Pad. То есть это для создания, не для организации хранения, а для создания. Но в некоторых сервисах все можно и на самом же сервисе, в своем личном кабинете хранить. Хорошо, когда и сервис бесплатный, и хранение там, возможно, неограниченного количества того, что вы сделаете, да, допустим, квизов. Но не все сервисы такие. Так, ну я поняла, что в среднем ответы неоднозначные. Кто-то использует, кто-то не использует, кто-то помнит название того, что использует, кто-то не помнит. Надеюсь, что что-то сегодня для себя интересное будет. Начать хотелось бы с того, почему мы, в принципе, с вами используем ИКТ на уроке. Да, зачем нам это нужно? Ведь мы можем просто взять учебник, взять рабочую тетрадь и проводить наши уроки с учащимися, не используя вообще никогда компьютер. По сути, мы это можем сделать. Для нашего предмета нам необходимо, чтобы у нас учащиеся, самое главное, это слушали аудирование. Да, для аудирования нам даже компьютер нам-то не нужен. Мы можем из телефона через колоночку, да, аудио запустить, и все будет хорошо работать. Зачем же нам ИКТ? Зачем нам компьютер? Конечно же, это нужно для того, чтобы мы могли реализовывать и достигать всех групп планируемых результатов согласно ВКОС. Да, то есть мы в первую очередь ориентируемся на нормативную базу, и с нормативной базой у нас это, конечно же, стандартно. Затем мы должны задаться вопросом, сколько по времени мы можем использовать ИКТ на уроке. То есть понятно, что мы не можем использовать весь урок, только компьютер. Включить доску и весь урок 45 минут делать что-то на доске. Поэтому мы должны обратиться к Санфину. Мы на него посмотрим, конечно же, сколько времени можно использовать с ребятами во время урока компьютер. И также нужно смотреть, кто прописан у вас в локальных актах вашей школы, то есть в рабочих программах конкретно вашей. То есть если вы прописали себе, что у вас есть ИКТ на этой программе, допустим, программа внеурочной деятельности, и вы прописали, что у вас там будет что-то связанное с компьютером, конечно же, вы должны это все давать учащимся, если это вы прописали сами в программе. И плюс, конечно же, соблюдать нужно авторское право с точки зрения того, что если вы берете откуда-то, допустим, вопросы для вашего квиза, и они не вами придуманы, если это чужая разработка, ваши коллеги, то вы должны указывать, конечно же, автора, Кто придумал это все. Если это все сделали вы, то тоже обязательно и хорошо написать, что это сделала я, это сделано тем-то учителем. Себя тоже, свою работу лучше подписывать, чтобы потом кто-нибудь другой, когда посмотрит, он все-таки на вас ссылался. И то же самое с иллюстрациями, про это тоже нужно помнить. По САНПИНам, по продолжительности вы видите, в начальной школе с 1 по 4 класс совсем мало времени можно использовать непрерывно технические средства обеспечения, то есть ПСО. На просмотр статичных изображений в первом-втором классе, у нас удерживает второй класс, все-таки для английского языка это 10 минут, в третьем-четвертом классе это 15 минут, то есть немножечко времени есть от 45 минут. Как я и сказала, включить начальный урок и выключить в конце урока у нас не получится. На динамические изображения, на телепередаче, как правило, всегда одинаковое количество времени здесь везде прописано. В начальной школе это не более 20 минут, в основной школе 25 минут и с 8 по 11 класс это полчаса. То есть мы сегодня будем с вами смотреть не про телепередачи, потому что про комиксы мы уже с вами смотрели, про интерактивные ролики мы тоже уже вебинар проводили. В прошлом месяце в этот раз мы смотрим на время, которое отводится на работу с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и клавиатуры. То есть здесь чуть меньше времени, чем когда удаленно стоит экран. То есть 20 минут, например, в пятых-седьмых классах, в пятнадцатом, в трех-четвертых классах и в 25 минут в восьмых-одинстых классах. Если же это на экранах отраженного свечения, то чуть подольше можно, до полчаса даже в восьмых-одинстых классах. Поэтому какие мы можем все-таки использовать для этого ресурсы? Разнообразные, конечно. Зачем нам опять же это нужно? Потому что в АПКОС нам прописывают, что среди медопредметных результатов перечислены и ИКТ, и умение пользоваться ресурсами сети интернет. Если с умением использовать ресурсы сети интернет, мы стараемся ребят просто привлекать самой формулировкой задания, чтобы они задумывались о том, как решить это задание, чтобы они поняли, что ответное задание нужно искать в интернете, либо в самом задании написано, что они должны его поискать в интернете. Тогда да, конечно же, медопредметные результаты будут здесь достигаться по этому пункту. А что касается по активному использованию речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач, то это наша с вами в том числе задача – давать что-то такое ребятам, чтобы они с ИКТ постоянно сталкивались. Никто не говорит про то, чтобы все 45 минут урок этому посвятить, но какие-то отдельные части урока можно проводить с помощью ИКТ. Что же такое веб-сервисы? На что мы будем сегодня с вами смотреть? Веб-сервис – это программное обеспечение, которое предоставляет платформам независимый доступ к своим данным, другим программным продуктам через интернет. То есть в простом изложении у нас это ссылка, это сайт, на котором есть какой-то продукт, с помощью которого мы можем сделать что-то для себя полезное. Мы говорим про учебные материалы, какой-то учебный материал, либо уметь организовать эти учебные материалы, все, которые у вас есть, либо как-то их хранить с помощью этого сервиса. Сервис доступен только через интернет. Вот я, например, здесь уже из того, что я себя загрузила, чтобы вам показывать, уже безуспешно полчаса пытаюсь загрузить один сайт. Вот, слава богу, он наконец-то и загрузился. Потому что я уже думала, что мне получится вам его показать. То есть все зависит от подключения к интернету, когда мы говорим про веб-сервисы. Давайте посмотрим с вами на два типа сервиса. Первый мы сначала посмотрим. Пять штук у нас будут. Это такие функциональные, я их назвала, да, сервисы. Я не стала писать многофункциональные сервисы, потому что, например, Bubble As, который мы будем сейчас первый смотреть, он исключительно подходит для одного вида работы. Да, то есть для другого вида работы он просто не подойдет нам с вами. Но все равно, да, нам нужно посмотреть, что мы с этим можем делать. Итак, я буду вам показывать, коллеги, демонстрацию экрана, да, периодически. Поэтому, когда я буду вас просить, что напишите мне в чате, что у вас виден экран, да, ставьте мне хотя бы плюсы, чтобы я знала, что все пошло, все работает. Давайте будем смотреть все сервисы по одному. Начнем с Bubble As. Bubble As – это такой бесплатный инструмент для создания mind maps, да, то есть для brainstorming. Я его покажу, конечно же, да, как он работает в действии. Но сначала несколько скриншотов вам здесь покажу. Да, вот так выглядит само окошко для создания mind maps. Да, здесь есть кнопка Start Here, и, соответственно, мы к ней добавляем различные позиции brainstorming того слова, вокруг которого мы все должны организовать. Например, если мы делаем задание номер один из метабетов в портфеле ученика пятого класса с темы What is like a girl, у нас здесь слово School, и, соответственно, нам нужно к слову School вспомнить как можно больше слов, которые мы с ним ассоциируем. Так у нас может получиться вот такая вот mind map, это School, к ней будут, соответственно, books, teacher, lesson, breaks, pupils и так далее. Да, название, может быть, название предметов, да, English, IT, PE и все, что вам скажут ваши учащиеся. Давайте мы с вами вместе попробуем сейчас, во-первых, посмотреть на сам сайт в действии, а не на скриншоте. Убедимся, что можно без регистрации им воспользоваться. Это тоже очень удобно. То есть вам достаточно на него просто зайти на этот сайт в момент урока, когда вам нужно проводить, соответственно, да, brainstorming, или когда вы хотите mind map, да, нарисовать вместе с учащимися, и просто, чтобы он у вас был загружен, больше вам ничего не понадобится. Все остальное вы будете делать, вам учащиеся называют слова, вы их впечатываете. Давайте мы с вами к слову picnic, да, у нас вот другое задание, из другого раздела этой же книги, например, этого портфеля, составим с вами mind map к слову picnic. Я себе набросала некоторые слова на случай, если вдруг будет какая-то заминка, да, и мы будем с вами долго думать, какое слово назвать. Давайте сначала включим с вами показ экрана. Сейчас, вот уже коллеги пишут food, у меня тоже есть слово food. Да, force, это force me a fuck. Кто где, да, пикники любит проводить. Итак. Коллеги, у вас сейчас должен появиться сайт bubble.ass. Напишите мне плюсик, если он у вас отобразился. Вместо презентации у вас сейчас должен быть сайт. Да, и моя мышка, наверное, видна. Прекрасно. Да, вот он сайт, да, bubble.ass, вы его видите. Здесь, конечно же, можно зарегистрироваться, чтобы сохранять свои mind maps, если вам это нужно, если вам это не нужно. То есть вы не ставите перед собой целью их большое количество накопить, куда-то потом использовать. Я вообще не знаю, зачем их можно потом еще, да, хранить, использовать, когда лучше каждый раз у каждого класса спрашивать что-то свое. Поэтому можно не регистрироваться, можно, соответственно, не заходить потом в свой аккаунт, можно просто, да, try bubble.ass without signing me, сделать start brainstorming. И вот возникает то окошко, которое вы видели на, соответственно, скриншоте. Да, мы нажимаем на start here, и нам предлагается ввести текст. Да, мы вводим текст, у нас было слово picnic. Вот он наш picnic. Текстом мы можем его сделать жирным, например. Да, мы можем увеличить размер текста. Можем его увеличить само окошко, например. Пожалуйста, да, и себе его куда-нибудь по центру перетащить, чтобы нам было удобно потом туда допечатывать слова. То есть вот по центру оно сейчас находится. Далее, к слову picnic нам нужно добавлять, соответственно, баблы вокруг него. Если мы что-то не туда напечатали, то мы его можем удалить. Чтобы он у нас был с черточкой, да, с стрелкой от слова, то мы нажимаем тогда на позицию с add child, и у нас возникает, смотрите, да, сразу со стрелочкой вот такое зеленое окошко. Нам достаточно в окошко увеличивать его немножечко себе и печатать туда слово. У нас было, например, слово forest, да, коллеги писали. Что мы еще ассоциируем с этой темой? Forest. Давайте, коллеги, еще варианты рисуем mind map с вами. Что у нас еще было в чате? Tent, food, basket, еще добавляем себе. Carted. Видите, да, что это быстро делается? Мы с вами даже друг друга не видим, а вам, то есть мне сложнее, потому что я не слышу слово, я вынуждена его сначала в чате пролистать, найти, и, соответственно, потом напечатать. У вас же это будет быстрее, потому что вы сидите за компьютером, у вас все, что вы сейчас видите у меня вместо слайда на показе экрана, да, вы это высвечиваете учащимся на доску, соответственно, вы печатаете за компьютером, на доске у них все высвечивается, соответственно, да, то есть они тут же онлайн видят, как их слово туда добавляется. Очень удобно, согласитесь. И намного быстрее, чем у меня сейчас, да, weekend, потому что я еще не все слова успеваю словить. Weekend. Barbecue. Теннис. Видите, какие разные ассоциации со словом. Так, фишин. Family. С кем ходить на пикник? С семьей, конечно. Давайте еще несколько слов возьмем. Activities. Можно, да, конечно, в фишинг сюда вписать, или спортгеймс. Friends, вот, кстати, у меня вариант Friends тоже был. Friends. Я еще все раз уже вспомнила просто Summer, да, что, скорее всего, летом такие пикники делаются. Еще можно, blanket у нас был, blanket, не, у нас кафик был, я бы тоже бы blanket больше словом пользовала. Можно еще hit, например, все-таки пикник. В дождливый день туда явно не пойдешь. И давайте swimming сюда еще напишем. Swimming. Swimming. Holidays. Okay. Let it be holidays. Вот такой у нас получился mind map. Там у меня плохо получается их перетаскивать, но их еще можно растащить, как вам хочется, чтобы это все-таки был такой паучок. Да, но это тоже можно делать все параллельно с тем, пока вам ребята что-то называют. Да, вы можете эти слова растащить себе в такого вот паучка. Пожалуйста. Это все абсолютно реально. Как вам, коллеги, такой сервис удобный для работы? Не нужно вам ничего стоять у доски писать, вы все печатаете. Печатать, я уверена, всегда быстрее, чем стоять, писать у доски. И вам тут не надо, кстати, большой очень плюс того, что вам не нужно отворачиваться к этим спиной. А вы не поворачивайтесь к ученикам спиной, вообще к этим спиной поворачиваться нехорошо. Это такой отвлекающий маневр. Ну, пожалуйста, наше слово пикник. Если вам нужно увеличить, то, пожалуйста, просто, да, это приближение мышки, все увеличивается легко. То есть на весь экран у вас все будет видно прекрасно. Очень удобно, и дети сами могут печатать. Да, дети сами могут печатать в том числе. То есть если у вас, например, подключено, да, как по господь полагалось, то есть у вас у каждого учащегося или на парте у учащихся, на два человека у вас стоит ноутбук, и все подключено так, что они могут у вас тоже, да, к доске, по сетевому, да, кабель у вас все настроено. Вот, соответственно, у вас могут учащиеся печатать. Также вы можете, в принципе, это тоже быстро, да, с учащимися, они по одному добегают до вашего ноутбука рабочего, да, который стоит у вас в кабинете, печатают свое, называют слово, вы слово принимаете, они его сами печатают, вы заодно еще проверите, если сами они печатают, знают ли они, как слова пишутся. Да, брейнстонинг, конечно, делается не для этого, да, но вот при этом портфеле у нас написано, да, что мы, у ребят не проверяют орфографию, но если это вам нужно для другого такого же задания, или у вас просто в начале урока вам нужно снять лексические трудности, да, вот как раз-то, или сделать перед тем, как проводить говорение, да, сделать такой готовый вот план сообщения себе по какой-то теме, да, можно потом попросить по всей составленной майндмэп составить короткий рассказ, да, о том, что летом был жаркий день, в котором мы пошли на барбекю с семьей, в лес, растянули там, поставили там тент, приготовили, достали еду из корзины, допустим, да, наших, и играли, плавали, и играли в теннис. Вот такие у нас были прекрасные выходные на каникулах. Вот вам, пожалуйста, рассказ с ребятами. То есть вот такой вот сервис, да, я уверена, что мы его с вами хорошо посмотрели. По функциям здесь, да, его можно напечатать, да, то есть то, что у вас получилось, готовое, если вам вдруг это нужно, опять же, чтобы убрать экран, выключить все, экономить, поэкономить себе, да, время на работу с компьютером и детский, да, ресурс глаз тоже поэкономить, вы просто можете это все, если у вас есть такая возможность распечатать, раздать ребятам, соответственно, да, из принтера, тут же у себя в кабинете все забрать, раздать ребятам, и они у вас тогда уже будут составлять высказывания, допустим, по этой опоре, которая у них лежит перед глазами. Это тоже очень удобно, да, не нужно никуда смотреть. Можно поделиться своим, своим mindmap, можно ее скачать, либо как чпэк, да, либо как png файл, то есть есть такие возможности. Ну, вот сохранить у них на самом веб-сервисе вы можете только, если зарегистрируетесь здесь. Они этим тоже, да, пользуются здесь, краса, и не нужно, да, если вы не дошли как пользователя этого веб-сервиса, то вы сохранить сможете. Но вам вполне хватит того, что вы можете сохранить как картинку, распечатать его себе можете, и просто даже онлайн с ребятами позаниматься. Давайте мы с вами вернемся к презентации. Да, вот по пикник мы с вами составили, мы, я думаю, даже составили практически все нужное количество слов, которые здесь можно было писать. Второй у нас сервис – это edupeplay.com. Конечно, да, произнести название сервиса тяжело. Вот так выглядит его заглавная страница. На нем вы можете делать различные варианты заданий. Мы сейчас с вами на него зайдем. Я вам его также весь покажу. Сейчас у вас будет он отображаться. Поставьте плюс, если у вас отобразился этот сайт. Multimedia Education Activities. Да, у вас здесь написано. Ага, вижу плюсы. Прекрасно. Нам пишут play and learn, create activities. Мы можем либо залогиниться и, соответственно, что-то самим там создать, но мне для того, чтобы вам показать этот сервис, это делать, в принципе, не нужно, потому что здесь очень удобно. Есть примеры заданий, и мы с вами просто их примеры сейчас посмотрим и порешаем. Так или иначе, все равно сервис бесплатный, аккаунт вы создаете абсолютно бесплатно, да, здесь все free. Types of activities нас интересует. Что можно с помощью этого сервиса делать? Сейчас прогрузить здесь страница. Можно с помощью этого сервиса сделать. Можно сделать задания по типу fill in the blanks, можно сделать кроссворды, диалоги, диктанты, интерактивные карты. Я думаю, вам будет интересно посмотреть, надеюсь, что запустится. Matching columns games. То, что можно картинки тоже на matching делать. Такой видео-квиз, то есть квиз, в который можно будет ставить видео с YouTube. Просто квиз, например, на multiple choice. Можно сделать jumble либо sentence, либо word. Тоже интересно. Интересный такой, да, вариант. Alphabet game и word search. Да, то есть варианты абсолютно различные. Давайте мы с вами посмотрим на примеры. Не каждого, посмотрим на несколько. Вот интерактивная карта, я думаю, интересна, да, потому что не multiple choice, как это сделать. Здесь у них в примере пишут они, что самая простая опция – это просто кликать на карту и что-то, соответственно, там за ней, да, отмечать, подбирать. А второй вариант – это все-таки вписывать ответ, да, то есть это будет ответ, задание с кратким ответом в таком случае. Вот нам предлагают sample, это London Districts, да, две попытки, на него всего отведено, то есть считается, что задание простое, то есть при создании такого же, допустим, такой же интерактивной карты вы впечатываете себе, когда вы зарегистрируетесь на этом сервисе, что у вас будет количество попыток, допустим, такое-то, не две, допустим, на три, четыре попытки, да, потому что зависит все будет от того, насколько хорошо ваши учащиеся эту тему уже знают. Вы нажимаете на старт, и вот у нас возникает карта. Здесь сколько баллов мы заработали, соответственно, за каждый правильный ответ вы назначаете при создании этого, этой интерактивной карты, сколько будет баллов за правильный ответ. Количество времени, которое было на все потрачено, и количество попыток, которые мы истратили на то, чтобы правильно дать ответ. Вот, допустим, первое, да. Второе, да, мы можем со всеми с ними познакомиться, посмотреть. Все 16 пролистать, поучить и теперь поиграть. Нужно найти район Кенсингтон. Вот мы его нашли, правильно кликнули, получили за эту зеленую галочку. Соответственно, да, мы количество попыток еще себе не истратили. Надо район найти Барнат. Мы с вами, допустим, не запомнили, где он, и неправильно отвечаем. Использовали две попытки мы уже. Дальше у нас следующий район. Кингстон и Ричмент. Не угадали. Вот он был. Кингстон и Ричмент. Кройден. Тоже мы не угадали. Вот он был. Да, и так далее. То есть вы по карте сначала с ребятами все, что вам нужно, выучили. Это, может быть, карты Великобритании, чтобы правильно они знали, где располагаются части Великобритании. Да, вот кроме Кенсингтона, в котором лично жила, больше ничего угадать не могу. То есть методом угадывания здесь не получится. Нет, один еще угадала. Скоро вы видите, да, количество попыток у нас уже заканчивается. Задание ему точно будет незащитно, что выполнили, потому что мы с ним ошибались. Три, правильно, все. Четыре. Методом подбора. You haven't passed this activity. Да, нам написали, что нужно было внимательнее запомнить название всех диструктов, районов Лондона, на соответствие, когда мы все правильно ответили. Причем, я думаю, что если вы зайдете тоже, сейчас откроете этот сайт, и выберете этот вариант activity, интерактивную карту, у вас может еще свой какой-то пример выскочить, потому что вот утром я еще раз, когда все загружала ссылки и смотрела, что здесь выскакивает. Здесь была тема muscles, человеческое тело было нарисовано, нужно было сначала название всех мышц прочитать, а потом, соответственно, правильно выбрать. Какие там карты есть? Карты здесь нет никаких, вы делаете все сами. То есть, что вы сюда подгрузите и что вы подпишете к нужным вам частям, то здесь потом и появится. То есть, вы просто это все анимируете. Здесь загружена картинка с районами Лондона, да, то есть, просто они здесь выделены, вы видите, это отдельная картинка, она просто сюда загружена. И на этой картинке автор этого квиза, в данном случае это квиз, который делает сама же платформа, да, они нанесли вот эти вот названия. И они в хаотичном порядке, просто стоит галочка, чтобы их в хаотичном порядке все показывать, они возникают в названии, нужно кликнуть на правильный район. В принципе, ничего сложного. Давайте посмотрим на какой-нибудь другой еще тип задания. Допустим, на кроссворд мы с вами долго решать, matching game, квиз, чтобы нам открыть riddle, это просто будет загадка. Да, если интересно, что такое riddle, да, я тоже думаю, что здесь прям что-то будет такое более замысловатое. Нет, это окошко, в котором будет только сама загадка. 5, количество попыток здесь в данном случае, это 5, можно поставить меньше, можно поставить больше. И вы нажимаете в старт, соответственно. И если вы знаете ответ на эту загадку, то хорошо, да, вы можете 5 раз попробовать ответить. Да, вот у нас здесь написано on the wall or on your wrist. Не хватило нам этой подсказки. Вторая подсказка. You are running out of time. Ну, наверное, здесь может быть имеется в виду clock. Congratulations. Мы угадали, что это часы. Да, то есть здесь, какую загадку вы туда поместите, насколько сложную, да, настолько и сложно будет вашему учащемуся. Если загадка будет простая, то будет все просто. Что еще здесь можно посмотреть? Просто квиз, это, соответственно, либо письменный вариант ответа принимается, да, либо multiple choice, да, либо когда можно в multiple choice не один правильный вариант ответа дать, а несколько. Допустим, да, здесь правило, вот, идиомы у них. The one you bought from the man you called the big cheese. Какой будет правильный вариант ответа, коллеги? Как вы думаете? The man with big ears, the man with an important job, the man with a yellow teeth, the man with a big smile. Здесь три, по-моему, всего, идиомы. Сейчас разгадаем сами эту идиому и будем дальше смотреть сервисы. Давайте попробуем. The man with a yellow teeth. You want to know why I've got a bee in my butt, a problem on my mind, a headache, a difficulty with my hair, a fly in my hand. Берем вариант все-таки проблемы с mind и что это все-таки главная бот. Давайте возьмем проблем. И yes, tell me about it, I'm all ears. Ну, здесь мы с вами, да, уже точно понимаем, что это listen carefully. Проверяем. Мы ответили на три, и все три, да, у нас были правильные. За минуту… Нет, один у нас был неправильный. Один у нас был неправильный. Смотрим с вами, где мы ошиблись. Мы ошиблись первым. The man with an important job. Да, так что это не про yellow teeth. А все остальное у нас правильно было отвечено. Вот такой вот тоже, да, сервис. Я думаю, что тоже можно его очень активно себе… Yes. Можно его себе активно использовать. Я полагаю, что основные типы заданий, которые мы всегда любим давать ребятам, и на matching, и с картами связаны, и квизы, все здесь можно сделать в одном этом задании, в одном этом веб-сервисе. Вот даже, да, найди 10 цветов, и здесь у нас… То есть это показывается, как вы можете уже… Потому что итоговое будет задание, да, вы набиваете количество нужных вам слов, какие вы хотите, чтобы ребята искали в квадрате, а, соответственно, сколько будет у вас строк, сколько у вас будет колоночек, да, и относительно этого уже можете с этим работать. Можно и сохранять, можно его распечатать себе, да, потому что здесь это задание абсолютно спокойное, да, распечатанное будет. Можно сделать его на fullscreen, вот, а скачать его, насколько я знаю, нет, нельзя. Не буду врать, конечно же, да, но, возможно, это есть в премиум-версии, потому что в этой версии я этого не видела. То есть, но распечатать, пожалуйста, если вам это нужно, просто создать для урока, и, наоборот, вы на уроке, вы знаете, не будет возможности с компьютером поработать, но вам такой сервис понадобится, чтобы себе время сэкономить и не впечатывали эти слова как-то, а вам компьютер уже здесь разбросает. Да, согласна, все они interesting. Давайте с вами дальше пойдем. С этим сервисом хорошо мы с вами поработали, посмотрели. Соответственно, да, вот, пожалуйста, опять же, в Word Search, что мы можем использовать, можем либо забивать туда лексику, которая вам нужна для урока, чтобы ребята дополнительно еще раз ее повторили, но, допустим, эта лексика, да, будет для повторения, да, все-таки новые слова, они у вас в квадрате не найдут. Можно так переносить в интерактив задания, какие-то часть, конечно, заданий, которые вы хотите сделать с ребятами, чтобы проверить большее количество ребят, чтобы увидеть, что вы успеете в письменном виде проверить, это у скольких во время урока, у одного, у двух, у трех. А если вы это сделаете в интерактивном виде, то у вас каждый может выйти, поучаствовать, да, выйти к доске и найти это слово, не обвести его, там нужно по нему провести, и слово выделяется. Если правильно, то засчитывается зеленым. Неправильно, значит, пишется, что это краса, значит, не угадали, вы неправильно собрали слово, какую-нибудь букву пропустили, или просто вам показалось, ученику показалось, что вот это то слово, которое нужно было найти. То есть, в принципе, да, несложно. Можно переносить просто саму лексику из задания и сделать еще второй вариант такого упражнения. У меня здесь квадрат со словами в метапределенном портфеле уже напечатанный, вы не можете его поменять. А слова, вот эти все, можно впечатать в эту программу, в этот веб-сервис, и он вам их заново в такой квадрат сделает, перемешает их как-то по-другому, и ребята еще раз у вас будут находить ту же самую лексику. Несложно, но как вариант для использования. Следующий – это Quiznetic. С ним немножечко посложнее, потому что он у меня не открылся, поэтому, коллеги, я вам его могу показать только отсюда, и вкратце расскажу, что смысл в нем тоже самый. Разница только в форме организации. Здесь можно делать меньшее количество форматов. Здесь в основном это multiple choice. И с помощью вот этого quiznetic.com вы можете ребятам делать игры, в которые они будут вступать, то есть join a game, вот здесь вы видите, кнопочка первая здесь у нас. Вот в этот join a game, вот первую кнопку, если они кликают, то у них есть номер игры, который вы им дали, вы заранее эту игру создали, и они, допустим, дома в качестве домашнего задания, или у вас на дистанционном кто-то есть для обучения, или во время карантина, заходят, печатывают номер этой игры, попадают в ту игру, которую вы для них сделали. Это может быть, допустим, квиз по истории Великобритании, квиз по неправильным глаголам, квиз по какой-то лексике, что угодно. Все, что вы сможете в формат квиза с multiple choice печатать, все здесь в этом quiznetic у вас будет работать. То есть удобно в плане того, что вы не включаете сам сайт, а ребята заходят на сайт, кликают на join a game, печатывают тот номер, что вы получили от вас, номер игры, он длинный, как правило, такой, как код для сертификата у нас, почти то же самое, и попадают в игру. То есть несложно. Когда они все прорешали, вы видите, кто у вас из ребят, которые заходили, и как все решили. Вы все в личном кабинете смотрите. Вот такой вот вариант тоже задания. Вот так создаются сами вопросы. Очень удачно, что я здесь делала скриншот, потому что сайт у меня не открылся. Не потянул интернет, видимо. Вы видите, да, впечатывается вопрос, впечатываются варианты ответов. Вы ставите, сейчас я сделаю стрелочку, указка, впечатывается вопрос, впечатывается количество баллов, которые учащиеся получат, если правильно на него ответят, вот здесь в окошке. У вас можно, впечатываются варианты ответов. Вы ставите, естественно, галочку зеленую только там, где правильный вариант ответа. Не обязательно делать правильный вариант там, где вам компьютер сразу предложил. То есть, да, вот здесь они на второй строке к ответу «B» сразу же предлагают галочку. Можете ее отсюда снять, кликнуть по ней и поставить в другом месте. В принципе, пока я это все рассказываю, можно посмотреть самим на этот сайт. Вы знаете, к .com вбить себе в браузере просто, в соседней вкладочке, да, открыть. И все это полистать, посмотреть. Здесь несложно разобраться. И, соответственно, с этим совсем можно работать. Multiple choice можно. И краткий вариант ответа тоже здесь работает с этим сервисом. Что можно сюда использовать, допустим? Нам нужно расположить слова в алфавитном порядке. Пожалуйста, мы располагаем туда эти слова. Наши учащиеся должны правильно растащить. Для этого и до предыдущего сервиса, да, для Кузнетик и для Эдука Плей тоже это прекрасно все подойдет. Можно с этим поработать, да, из, допустим, тренировочных упражнений для второго класса. Соедини слова с картинками. Вы даете слово, и несколько вариантов картинок прикрепляете вместо перевода. Тоже ребятам нужно правильно выбрать, что это слово обозначает. На multiple choice получится. Либо у вас написано слово, или только картинка сама появляется, то можно прикрепить картинку. А им нужно развернутым ответом написать, что, допустим, если это книга, то написать, что это бук. Если это pencil case, да, то, значит, вписать название, что это pencil case. Следующие, да, следующие два остались у нас, две ссылки остались. Это sketchboard и storyboard. Они разные, но обе про storytelling. То есть для mindmap мы с вами посмотрели, что можно использовать, для quiz'ов посмотрели, да, один смотрели онлайн, второй, я думаю, вы посмотрите сами. И остались у нас sketchboard и storyboard. В sketchboard, сейчас мы с вами, я запущу его, чтобы вы его видели. Напишите, коллеги, появилось ли окошко со sketchboard. Появилось. С этим сервисом, конечно же, сразу скажу, нужно, наверное, посидеть чуть-чуть подольше, потому что кажется, что очень просто, но немножко долго самому соображать, что нужно сделать. То есть если ты хорошо понимаешь, для какой цели, вот, да, здесь примеры, посмотрите. Люди делают так, как будто это все прямо сейчас онлайн происходит. То есть вы можете добавлять героев, добавлять им какие-то окошки с выноски, с текстом. Соответственно, можете здесь также строить и mind maps, это тоже здесь реально делать. Но в этом случае вы уже не впечатываете что-то только с клавиатуры, а вы еще пользуетесь здесь специальным dashboard, которое здесь есть. Вы перетягиваете оттуда либо, вот, пожалуйста, героев, либо окошки им, которые выноски, да, либо стрелочки добавляете. Давайте мы с вами вкратце быстро запустим ее, да, sketch something, жмем. У нас вот это board наше, да, как whiteboard, по сути, возникает. Вот все, что было на примере сейчас. Да, допустим, человечек у нас будет, мы его себе помещаем. Человечку у нас, что мы можем сделать? Мы ему можем какую-нибудь выноску поместить. В выноске мы можем запечатать текст. Это все реально сделать его, допустим, полужирным. Два раза кликнув, то же самое возникает опять со стрелочкой. Если нам это не нужно, мы это удаляем. Заходим опять в нашу dashboard, допустим, лампочка. Может быть, у него какая-нибудь идея у этого человечка появилась. Лампочку мы можем, к лампочке можем какую-нибудь стрелочку себе нарисовать, либо гиперссылку на нее поставить. Да, допустим, при клике на лампочку, в какой-нибудь открывается сайт, который вам нужен для этого момента урока или для рассказа ребят. Что у нас здесь еще есть? Конверты, стрелки всевозможные. То есть можно рисовать все, что вам придет здесь в голову. В окошках, в больших, в маленьких. Можно с ребятами задумываться над чем-то здесь, а можно просто, кто быстрее какую-то историю составляет, рассказывает и что-то впечатывает, тот и молодец. Причем кто быстрее это сделает, тому и будет, не знаю, бал выше, допустим. То есть это все соединяется стрелками, везде можно впечатать текст какой-то, добавить различных человечков. Главное знать, как я уже сказала, для чего вы будете его использовать. Если вы какую-то тему себе уже, тематику взяли, у вас понятно, к чему будет относиться ваш стори-теллинг, может, это будет какая-то тема для обсуждения, не знаю, про success, хорошо это или плохо, success и fame, плохо это или хорошо, advantages, disadvantages. Вот вы это все с ребятами рисуете. То есть это делается все на вот этой огромной вот доске. Да, можно что-то отменять, возвращать обратно, если передумали. Просто писать, как на whiteboard. И двигать рукой. Закончили этот сюжет, включили руку, передвинули. И опять себе что-нибудь здесь написали, нарисовали. То есть у вас получается такая презентация в интерактивном виде, которую вы сами делаете от и до, от начала до конца. Вот такой вот тоже сервис. Может быть, это не очень простой, этот скетчборд, но если у вас со скетчами все, в принципе, хорошо проходит, то есть если ребята, например, умеют еще и рисовать, то они у вас могут просто даже рисовать весь сюжет сами. С использованием вот этой tool для зарисовки. Может, они здесь будут человечков рисовать, которые будут у них... То есть они не будут брать ничего готового. Палка-палка, огуречек. У меня с рисунком вообще всегда было плохо. Сегодня хуже всего. Пишем, соответственно, здесь какой-то текст. Мышкой это делать неудобно. На доске это делать, конечно же, удобнее в разы. И так далее. Следующего героя нарисовали, он там тоже поздоровался. И у вас пошла история по тому, что вам нужно. И следующий, последний у нас из функциональных, это Storybird. Вот по Sketchbird я все вам показала. И по Storybird это у нас данное составление рассказов такой вот сервис. Сейчас я его здесь тоже открою. Давайте мы с вами посмотрим как раз на этот сервис, как здесь можно составить рассказ по картинкам. Сейчас я вам его включу. Напишите, коллеги, плюсик, если все появилось. У нас последний из таких, в помощи чего можно создавать. Вижу плюсы. Прекрасно. Вот они, эти cats. 5 pages, 30 words. И мы можем их посмотреть. Да, то есть, что может... Это итоговая работа, что может получиться в конце. Да, вот такой у нас fluffy brownie. Ну, я не стала здесь, конечно, ничего такого экстраординарного и много придумывать. Текст отображается у вас вот здесь внизу. Да, вы можете для себя сделать какие-то пометки, которые в данном окошке, которые не увидят ваши учащиеся. Да, допустим, пометка к работе, которую они сделали. Или пометка к своей работе, которую вы собираетесь на уроке использовать. А как они создаются? Мы с вами заходим не в класс, а, соответственно, в сам Storybird. По основной ссылочке. Мы заработали какие-то короны. Рисуя в этой программе, дают различные такие, да, бонусы за то, что вы в ней рисуете, составляете, точнее, рассказы. Вот здесь, например, да, это какие-то короны нам выдают. С помощью этих корон, по-моему, можно либо с многопиффов потратить их на то, чтобы скачать то, что у вас получилось, какой-то рассказ. Что еще можно, да, придумать? Вы жмете на Create. У вас возникают различные арт-объекты. Выбираете тот, который вам больше всего понравился. Не знаю, допустим, птичка. Да, вы смотрите вот здесь внизу, что еще в этом арт-объекте будет. Их здесь 49 штук. His Royal Highness the King Krause написал автор, кто нарисовал эти картинки. Можно другое открыть, какой-нибудь рисунки. Можно искать эти рисунки, если вам нужно какую-то тематику более соответствующую. Да, вот здесь тоже, видите, по буквам разные есть картинки. Это, допустим, для создания алфавита. Всякие русалки. И так далее. Наша задача это найти себе то, к чему мы захотим придумать рассказ. Красивенькие, да, вот про котиков. У нас Victoria and Girls открылась. Ну, может быть, вот такие викторианские девушки тоже, да, тоже нам могут подойти для того, чтобы создать рассказ. Как только вы нашли те картинки, те иллюстрации, которым вам все-таки, вы понимаете, что они вам подходят для создания рассказа, можно себе найти что-нибудь, например, с кошечками опять. Убираем Cats. Нажмем Enter. Вот все рисунки, которые есть с котами. Давайте вот такого кота возьмем. И нажимаем Use this art. Хотим мы с ним сделать multi-page picture book, для того, чтобы можно было перелистывать потом соответственно картинки. Вот то, что здесь можно использовать. Пишем здесь название нашей истории. Допустим, это Cats. Сохраняем. Нажимаем плюс. У нас новая окошко. Дальше выбираем себе какую-нибудь еще картинку отсюда. Помещаем ее. Пишем здесь текст. Написали текст. Добавляем еще страничку. Вот все странички у нас внизу здесь устраиваются. Это не все картинки, конечно же, которые тут есть. Можно пролистать чуть-чуть вбок. Но у этого художника, которого мы выбрали, не так много картинок. Но все равно что-нибудь можно сочинить. Итак, ребята у вас сочиняют рассказы. Они могут к вам говорить. Вы можете, соответственно, впечатывать. Главное, чтобы какая-то сюжетная линия была. А у меня здесь вот ее нет. Потому что я над ней не задумываюсь. А если поставить ребятам, соответственно, какую-то задачу, чтобы они подбирали иллюстрации и писали эти иллюстрации, подписывали иллюстрации, исходя из какого-то смысла все-таки, да? Иллюстрации. Так, это у нас был код первый. Вот он наш код. Дальше мы нажимаем Save. А, у нас Title. Title. Save and Exit. Публикуем. Вот что у нас получилось. Также можем увеличить и посмотреть, пролистать. То есть, зависит от того, что вы ребятам скажете делать. Найти какие-то определенные иллюстрации, например. Добавить их туда. Соедините их в один связанный рассказ по какой-то тематике, который вам нужно. Тема, например, здесь, допустим, тема «Семья и друзья». Если у вас что-то про готовку, значит, больше добавят что-то про еду. Если не про котиков хочется, значит, пускай будет про собачек. Вот мы с вами видели викторианские девушки там такие, да? Тоже, значит, может быть, что-то из этой тематики. Зависит от того, какая у вас сейчас тематика урока, что вы читаете, зачем вообще вашим ребятам это будет нужно. Вот такой вот тоже сервис. Ну, вот чтобы скачать такую вот, например, работу, да, потому что сейчас тоже будете спрашивать, наверное, меня можно ли это все скачать. Здесь нужно вот этих корон заработать 55 штук. Вот у нас, да, вот я сделала две таких работы вам cats показала. И вот это то, что мы сейчас с вами просто так сделали быстренько, вот у нас только 5 таких crowns. А чтобы скачать, нужно 55. То есть сколько еще нужно работы сделать, чтобы все-таки появилась возможность все это скачивать. Да, потому что сервис, он хоть это все можно делать бесплатно, зарабатывает он на том, чтобы вы захотели все это скачать и иметь у себя лично, поэтому вы будете, соответственно, что-то, да, там покупать и доплачивать. Но для того, чтобы с ребятами просто все создать и хранить у себя в личном кабинете, вам ничего платить не нужно. Это бесплатно. Бесплатный такой сервис. Далее. Давайте мы с вами посмотрим на сервисы. Теперь у нас следующие, да, их всего три. Это будут у нас сервисы для организации учебных материалов, для хранения. Первый это будет, я не знаю, как правильно прочитать, line8, наверное, .com, стикеры к текстам, это там можно помещать видео и можно хранить документы, livebinders.com, это онлайн такие папки, в которых вы можете тоже хранить свои материалы для уроков, и, соответственно, у нас всегда будет быстрый доступ к этим папкам, и можно создавать еще с помощью портфолио Gen свои портфолио, или свой такой небольшой сайт. Мы посмотрим, мы не будем там сейчас ничего создавать, мы просто посмотрим на эти сайты визуально, как они выглядят. Первый вот это line8.com, это такая доска, на которую вы можете помещать много разных информаций, очень похожа на Gluckstar, но немножечко более такая, наверное, не знаю, функциональная, что ли. Появилось у вас сейчас, коллеги? Liner. Sticky and photo sharing for you. Sign up здесь никакой не требуется, вижу да-да. Там мы просто кликаем сюда, и у нас появляется наша доска. На доске мы можем, соответственно, помещать различные стикеры. На стикерах можно что-то написать, поменять фон, добавить иконку, поставить дату, сделать, чтобы это видели только вы, поменять его цвет, соответственно, на тот, который вам больше нужен. Можно добавлять картинки. Здесь уже есть добавленные картинки. Подписи, соответственно, да, вот так картинка можно оформить. Вся доска перетягивается в то место, которое вам нужно. Можно вставлять видео, можно набирать картинки, можно прикреплять документы. Все, как я вам и сказала. Не сложно, в принципе. Да, вот видео здесь. Можно его проигрывать, соответственно. Ютьюбовская. Тоже очень удобно, что оно у вас в отдельном окне. То есть у вас нет лишней рекламы никакой. Видите только то, что нужно для работы в этом конкретном вот лайне. И для работы вы можете для урока все сюда поместить. Вот вам организация материала. Да, вот здесь внизу вы видите, как перемещаетесь по экрану. Да, если у вас что-то вот здесь не печатано, в самом-самом низу, то вы до этого сможете быстро добраться, переместив вот здесь, да, курсор, по экрану. Не перетаскивать по всему экрану 150 раз, как я это до этого делала. А вот здесь воспользоваться вот этим движком таким. И, соответственно, вы на уроке открываете нужный вам слайд, нужную вам работу, нужную вам доску. И с ней уже работаете. Вот здесь все фотографии к уроку, ваше видео, которое вы выбрали для урока, допустим, для его этапа целеполагания. Все возможные вам документы, если вам там нужно что-то, комплект урока свой прикрепить, какой-нибудь квиз прикрепить, какую-нибудь гиперссылочку поставить. Все это здесь абсолютно легко и возможно. Можно использовать этот сервис. Следующий сервис, это то, что я сказала, LiveBinders. Да, это онлайн-папки для хранения материалов. То есть здесь, я думаю, даже особо ничего показывать не нужно. Sign up for free. Естественно, бесплатно этим всем можно пользоваться. И папки, соответственно, складывать, нужно называть каждую свою папку как-то определенным каким-то названием. Да, ну вот, допустим, папка онлайн-переводчики. А вот кто-то уже папочку такую собрал. ByStellaMarisDuxDuxGar. Да, вот уже коллеги, это все кто-то собрал. Можно кликнуть, посмотреть, что еще у этого человека есть за папки. Да, и можно воспользоваться просто тем, что она уже подобрала. Oxford Dictionary's. Вы кликаете, и вот она ссылочка. То есть здесь человек сложил все просто в одну папку, засортировал, где-то это, где возможно, это вставляется. В сам сайт, где-то не отображается. Да, вот здесь у меня сам сайт, но и остается только ссылочка. Зато не нужно вам все эти ссылки искать по всему интернету, открывать себе заново. С утра LifeBinders, название сайта. Вот, ну, наверху, посмотрите. LifeBinders. Живые папки. LifeBinders.com То есть вам для, например, урока создаете себе такую папку. В эту папку помещаете вот так же в меню слева все нужные вам ссылки, которые вам будут нужны во время этого урока. Или открытого, тем более, урока, когда у вас не будет времени открывать какие-то ссылки, что-то где-то искать. Это не тот случай. Да и с ребятами тоже. Все-таки 45 минут хочется потратить не на поиск того, что дома находил, а сейчас букву неправильную себе куда-нибудь переписал, или, как обычно, да, мы ссылки какие-нибудь, которые хотим использовать, куда-нибудь отправляем себе в файлообменник, на почту, еще как-то, да, себе их передаем, приходим в школу, заходим, допустим, в свою почту и достаем оттуда все нужные нам ссылки. Это долго. А так вам достаточно просто в LifeBinders зайти, открыть себе свою папочку для нужного урока, и все там, все ваши подборочки, все будет. Если вы не по урокам хотите собирать, а как вот здесь, например, да, вот человек сделал, собрал все нужные ему конкретно онлайн-словари, а у вас, допустим, будут собраны все сайты по странам видения, все вам нужные сайты по вот таким create quizzes, да, где можно квизы разные делать, и где у вас уже есть квизы сделанные, вам достаточно только нужную папку открыть, кликнуть, выбрать нужный вам квиз, и все, и сразу же все запускается. То есть вам нет вот этих десяти нужных каких-то вам ссылок, которые откуда-то нужно перекопировать, собрать и туда зайти. Да, удобно. И последний – это create a portfolio, да, portfoliogen.com. Вот он в сайте наверху, название, или вот здесь, да, portfoliogen, portfoliogen, не знаю, как правильно будет. Опять же, на нем нужно регистрироваться, да, и тогда вы можете создать свое портфолио. Вот как они могут выглядеть, да, здесь примеры различного оформления портфолио. Портфолио может быть нужным как вам, для, допустим, аттестации, так и вашим учащимся. То есть, по сути, это выглядит как готовый сайт. Да, потому что у каждого учителя должен быть свой сайт. Вот если вы вдруг надумали себе сайт обновлять или переделывать, и что-то ищите, какой-то новый для этого сервис, вот, пожалуйста, есть такой вот сервис, как portfoliogen. То есть, здесь также и странички можно добавлять, текст, естественно, записи различные, картинки какие-то, да, то есть менюшка, получается, у нас слева. Вот здесь, например, у этого человека есть веб-сайты, которые он часто использует, опять же, они всегда будут под рукой, да, бесплатные. Вот такой вот сайт, portfoliogen. Sample portfolios. И можно еще какой-нибудь посмотреть. Но обычно мне, блин, нравится все, что все такие, которые яркие, все-таки ярко оформлены. Приятно смотреть. Вот такой вот, может быть, да, формат оформления. Меняется, по сути, обложка, подложка, да, самофон. А все остальное вы наполняете так, как нужно вам. My awards, например. Things I like. Skills. Которыми владеет человек. Class videos. Unit outcomes. Quotes. То есть все, что может понадобиться. Там вам достаточно кликнуть будет, допустим, на фотографиях. Она высвечивается, и вы спрашиваете у ребят, что они думают насчет этого высказывания. Да, или знают ли они, кто это сказал. Или могут они предложить какое-нибудь свое высказывание в этом же стиле. Или для проектной работы, да. То есть все опять же будет у вас в вашем таком, на вашем сайте, в вашем же портфолио. Да, бесплатно. Это все я вам показываю бесплатные ресурсы. Так, коллеги, вроде бы я все-все, что возможно было, все, что я приготовила, все вам показала. Да, и стикеры как-то делать, и онлайн-папки как создавать, и где можно себе сайт новый, да, на базе такого портфолио сделать. Да, но, как правило, да, вы видите, что вот его использует этот сайт более 95 тысяч учителей, студентов и просто, да, профессионалов из 110 стран. Подводя итоги, да, того, о чем мы с вами сегодня, коллеги, говорили по веб-сервисам, мы с вами посмотрели, что при необходимости задания из учебника, задания из способа, мы можем переводить в электронный формат. То есть таким образом нам этот электронный формат и использование здесь ИКТ поможет проверить, как справляются с тем или иным заданием большее количество ваших учащихся. Да, то есть не один-два, все, что вы успеете подойти и заглянуть ему в его рабочую тетрадь и что-то проверить, просто, да, в тетрадь. А все-таки они могут подходить, как-то более живо это все решать и использовать, у вас будет чуть меньше затрачено времени, чуть большее количество учащихся, которым в этом поучаствуют. И через некоторые, вот, последние три сервиса, что мы смотрели, через них удобно организовывать свои учебные материалы и хранить их. Да, я к таким же сервисам бы отнесла опять и Blockster, да, введу в Blockster.com сайт, я его уже показывала раз, наверное, два. Он тоже довольно просто в управлении, смысл у него такой же, как у, сейчас скажу, как у Line8, да, то есть тоже вы можете различные апостеры себе туда, да, приклеивать, стикеры приклеивать, как будто, конечно, видео вставлять, гиперссылки ставить на фотографии, просто добавлять какие-то фотографии, допустим, без гиперссылок. И опять у вас все на одном, на одной доске появляется, на одной площадке. Вы с нее зашли, открыли и все, с нее запустили. Музыку можно в Blockster вставлять. То есть, опять же, да, при использовании вот ИКТ, в данном случае, веб-сервисов, у вас все ваши учебные материалы, все, что вам необходимо до урока, у вас под рукой получается, да, это удобно. Поэтому, в данном случае, использование ИКТ у нас получается такое оправданное. Это все, коллеги, о чем я вам хотела сегодня рассказать. Здесь у нас ссылки на форум на EnglishCities.ru. У нас там уже с начала июня коллеги играют в Daily English Challenge. Уже вот сейчас выбиваются кто-то в лидеры за июль. За июнь уже итоги подведены, кто дал большее количество правильных ответов. Там у нас различные задания из лексики, из грамматики, уровня все-таки такого C1 и выше. Но не все, конечно, такие сложные, здесь там что-то и попроще. Но вот тем, кто даст большее количество правильных ответов, только полностью правильных, за июль тоже будут художественные книги в подарок, коллекционные художественные книги. У нас сейчас вышли новые электронные книги. Посмотрите, у нас в интернет-магазине в разделе электронные книги. Их можно и читать, и одновременно слушать. Это очень удобно. За небольшие, в принципе, деньги у нас получается, у вас сразу же два таких, две вещи в наличии. Аудиокнига и сама книга печатная такая. В электронном виде. В текст. Параллельно все-таки слушать очень удобно, потому что вы включили его себе на, допустим, планшете, и тут же у вас есть play, где нажать play, чтобы у вас параллельно еще шло озвучивание. Это, коллеги, все, что я вам хотела сегодня сказать. Спасибо большое админа за ссылки. Да, вы поучаствовали, например, в Daily English Challenge в июне. У нас четыре человека, четыре пользователя с форума. Те, кто дали большее количество правильных ответов на этот челлендж, могли выбрать себе в подарок одну книгу из числа электронных художественных книг. По вот той ссылочке, что вам Ангелин дал. Так что, может быть, вы в июле дадите большее количество правильных ответов и выиграете тоже книгу. Или в августе. Так что заходите, смотрите. Код для сертификата сейчас у нас появится в чате. Где получить код, тоже ссылочка в чате. Надеюсь, что все хорошо скачается. Помните, что чем быстрее вы себе сертификат скачаете, тем больше вы с ним останетесь. У нас только три часа после окончания вебинара можно скачать себе сертификат. Коллеги, вам большое спасибо, что вы летом ходите на вебинары, смотрите и даже вопросы задаете, участвуете. Мы с вами майндмэп какую огромную сочинили. Спасибо большое, коллеги. Надеюсь, что да, было полезно. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok